Поехали! И вот, видимо, на Красную реку, где на фоне сопок стоят дурноватые современные многоэтажки, довольно странное, на мой взгляд, эклектичное сочетание, но эклектично-эвизионирующее сочетание. Сопки в тумане, такой вот японский стиль, вот эти пестрые, даже не пагами выстроенные многоэтажки. Не волен вспоминать выражение, что, мол, умом Россию не понять, но тут же ведь в голову приходит самая простая мысль. Сюда смотри, куда ты смотришь? Вот, сюда смотри, правильно. Простая мысль приходит в голову, что ведь другого органа для понимания, кроме ума, по идее вроде и нет. За ней следует мысль другая, что ум-то вообще это даже и не орган, это нечто в голове. Единственный серьезный, крупный орган в голове, это мозг, а все остальное из него произрастает. Из него, собственно, произрастают глаза. То есть глаза у нас просто вытекли, вот кусок мозга вытек, вот так вот. Ни хрена себе вот так вот. И все, значит, соответственно, дальше расположились нервы в другие стороны. Ну и, соответственно, да, то есть это все какие-то вот такие комочки нервных клеток, вот некие такие образования. Каждый отличающий за свою область деятельности, да, вот. Например, познавать прекрасное. Вот. Но это все не органы и не нечто для понимания. Да, то есть раз мы говорим о том, что ум-ум Россию не понять, да, а мы уже знаем, что ум это не органы, не какое-то конкретное место, это нечто распыленное по башке. Вот. То должно быть что-то для понимания, не только России, но и вообще понимания. Вот. Потому что мы понимаем пока только одно, что большинство из нас вообще ни хрена не понимают и даже не пытаются. Они даже не думают, они просто живут как живется и все. И действуют как машинки, потому что им так вот сказали, вот надо делать так, надо говорить это. Они так действуют, так и говорят. Приходим к выводу, что все-таки есть постоль поскольку одни понимают, а другие нет, то, значит, одним тем, кто все-таки научился понимать, неважно Россию или что-то другое, все что угодно, им удалось развить в голове нечто. Некое образование, которое способствует пониманию. И поскольку нейроны, клетки такие, они ветвящиеся, но для того, чтобы понимать и взаимодействовать, для того, чтобы понимать и им нужно взаимодействовать, они должны вплетаться в нечто более-менее единое, более-менее единое, гармоничное и благостное. Н'est-ce pas? Oui? Oui. Très bien. Вот. Мы, мы, бракударовцы, назвали это для себя кедровидное образование. Почему кедровидное? Ну, потому что красиво. Вот. Короче, господа, у вас в голове есть совершенно замечательное, благостное, я бы сказал благоухающее, кедровидное образование. У некоторых только в зачатке, в виде семечка. Пожалуйста, развивайте свое понимание, чтобы воспринимать мир как он есть, а не как он какой-то дяде сказал. Пошлите дядю нафиг, думайте свою башку, развивайте кедровидное образование. Ибо. Ибо. Ибо нет. Не смотри. Ну, как-то так. Пока. Пока.